В прошлый раз по эгрегору я вам пообещала, что в первую очередь я расскажу пару таких приемов, чтобы можно было договариваться в паре, чтобы было более комфортное условие для вас и для вашей семьи. Это договор должен быть. Каким образом это сделать? Почему? Потому что эгрегорная часть, чем сильнее вы, будем говорить так, дружнее вы живете, какие-то планы, какой-то договор между вами, цели сильнее эгрегор, чем больше склок, разборок и все остальное, эгрегор начинает, будем говорить так, быть дырявым. Некоторые говорят дырявым, из него уходит энергия, он становится слабым и семья может распасться. То есть эгрегор умирает. Так вот, один из таких приемов. Первое. Это умение договориться. Договориться, что вам нравится, что не нравится. Вообще, само по себе, я всегда говорю, когда вы, чтобы не брать кота в мешке, перед тем, как создавать семью, надо сделать, что вы ожидаете от партнера и что ожидает он от вас. Это вы берете каждый по листочку бумаги и пишете, какой в идеале вы видите свою жену или мужа. Написали много пунктов. Потом вы меняетесь этими бумажками и читаете. Например, женщина смотрит, какой идеал жены видит ее мужчина, а мужчина наоборот, какой идеал женщина видит в мужчине. И каждый ставит плюсик или минусик или вопрос под каждым пунктом. Почему? Потому что если плюсик, да, он согласен быть таким. Готов или она готова. Минус нет. Это против ее. И этот человек должен учитывать это. А вопрос, значит, или плюс или минус, ну, готова меняться. Готова меняться. Ну, опять это под вопросом. И потом, после этого, когда все поставили, обдали друг другу обратно, чтобы вы видели, что. И уже вы будете знать, с чем вы можете столкнуться, когда будете жить на один холодильник. Демо-версии, я всегда говорю, демо-версии. Хотя некоторые говорят, зачем, вот сразу надо расписываться и все остальное, прочее, прочее. Но пожить гражданским браком месяца три, я думаю, что стоит на холодильник. Почему? Потому что, ну, все мы хотим красиво выглядеть перед партнером. Понимаете? Все хотим, будем говорить, быть умными, красивыми. Будем говорить, не ходить как бы в туалет, как будто не видели, что мы ходим в туалет. Не вставать по ночам, не причесанные, умытые. Почему? Потому что партнер должен видеть нас красиво и все остальное. А потом, когда мы расписываемся, вот это все, это как фактор иногда может мешать. И поэтому тут должно быть посмотреть, что человек должен столкнуться именно вот с такими вещами, посмотреть, готов он к этому или нет. Не всегда мы бываем некрасивы, когда умытые. Это девочкам, говорю, иногда ко мне приходят. Женщина теперь накрашена, накрашена, а потом она приходит без покраски, без штукатурки своей. Слушайте, лет 10 моложе становится. Ну, а там дама такая красивая, а тут молоденькая, красивенькая такая вот девочка. Поэтому иногда этого тоже стесняться не надо. Сейчас очень модно показывать себя в Инстаграме и все остальное, свое ненакрашенное лицо, свое ненакрашенное лицо. Как ты выглядишь. Так вот, здесь надо посмотреть. Вот вы, примерно вы рассказываете. И поэтому здесь надо, если вам, например, мужчина предъявляет, говорит, что мне очень хочется, например, есть каждый раз свежую пищу. Каждый день приготовить ее, чтобы она была готова. Женщина не готова стоять на кухне каждый день, будем говорить, варить свежий борщ. Бывает на третий день борщ тоже ненормальный, вкусный. Она готова, может быть, таким вот образом, может быть, готова приготовить, например, те же блинчики, заморозить. И свежие, нормальные блинчики быстренько приготовить и все остальное. Но каждый раз стоять на кухне и уделять этому по часу, по два внимания, она не готова. И поэтому это компромисс. То есть, да, я могу, например, сделать тебе блинчики или еще что-нибудь такое быстрое питание. Ты любишь домашнюю пищу? Да, но я тогда сама блинчики не буду покупать. Я сама сделаю, заморожу. И быстренько, например, в микроволновке мы можем ее разогреть. Я хорошо готовлю. Но каждый день стоять на плите и совершенно свежайшую тебе пищу я не готова тратить на это время. Например, мужчина тоже, она говорит, я не люблю это самое гладить. Это не мое, поэтому. То есть, мужчина говорит, я готова взять на себя именно вот поглажку. Я могу погладить, для меня это ничего страшного нету и все остальное. То есть, вот таким вот образом дети разбираются. Например, женщина может сказать, я не люблю детей, я не готова к детям. А мужчина говорит, я наоборот люблю детей. Я готов к этому, я готов, я хочу ребенка в этом. Тут можно вопрос поставить. Почему? Потому что я знаю, что люди, которые не любят детей, они начинают любить своего ребенка, когда он родился. Но это тоже вот человек не готов посвятить всю жизнь, например, пока детям. Не готов. Мужчина может подождать. Опять договариваются. Именно вот здесь. Если женщина вообще говорит, я не готова, вообще я не буду рожать и все остальное, мужчина любит детей. Это стоит подумать. Может быть, не стоит. Потом где-то. Почему? Потому что из-за этого начнутся ссоры. И вы все равно придете к тому, что вы можете расстаться, а тут потратить время. Поэтому сразу договоримся на берегу. Следующая такая вот вещь, как достижение компромисса. Есть когда вас, например, раз в неделю, как минимум, по первоначалу, есть такая модель, когда вы должны услышать друг друга. Когда ко мне приходят на консультацию, и там идет, я, например, рассказываю то-то, то-то, ваш партнер, вот, например, он, то-то не любит, вот это. А она мне говорит, вы знаете, он мне говорил это. Мне говорил, но человек не услышал. Или мужчин тоже. Она мне всегда говорит это. Не услышал человек это. Почему не услышал? Он не готов слушать. В большинстве из нас говорят, что уши – это классная вещь, когда тебя могут выслушать. В основном мы готовы про свои проблемы говорить, чтобы нас услышали. Мы можем втюхивать это каждый день. Мы можем потерпеть, когда кто-то будет говорить, чтобы нам быстрее выговориться самим потом. Но мы не готовы услышать. И вот эта модель как раз по услышать. Берете, ставите будильник, кругленький такой, с хорошими цифрами. Или, будем говорить так, есть часы песочные. И договаривайтесь. По стакану воды, листочек и ручка. Обязательно. Для чего стакан воды? Первый кто-то берет и высказывает. Есть такая модель, что всем должно комфортно жить в семье. Ну и с вами люди должны комфортно жить. И вы должны услышать, почему с вами им некомфортно. И высказать им, почему вам с ними некомфортно. И вы должны услышать, находить компромисс. Если вы хотели бы жить с этим человеком. И с вами. Поэтому это идет, именно вот эта техника как раз для этого. Значит, решайте, кто первый говорит. Ну, минут пять-десять от силы ставите часы. В это время все молчат. Может быть, вся семья. У меня было такое, что это может быть партнеры. Два партнера друг друга услышат. Иногда я, например, делала уже, будучи психологом, уже, потому что 25 лет я работаю в этой сфере. А мальчишки мои уже большие. Одному 45, другому 35 лет. Достаточно большие. А тогда они еще были у меня, будем говорить так, неженатые. И когда вот была вот эта тема, я говорю, ну, давайте послушаем. Может быть, вот есть такая технология. Вот, может быть, я что-то неправильно делала, все остальное. Они давали мальчишке сопротивление. Ну, мой муж говорит, ну, давай, а что нет? Поэтому. И вот мы когда сели, и они увидели, что я готова их услышать. О, сколько они меня говорили. Оказывается, я думала, что я ласковая и пушистая. И, как говорит моя подруга, говорит, иногда только болею. Так, оказывается, я достаточно часто болею. То есть вот тут услышать пришлось. Что идет? Один человек рассказывает, почему некомфортно, например, ему с тем, с тем, с тем. Что он хотел бы, например, вот, чтобы было в его жизни. Так, чтобы было комфортно. Все молчат. Как бы не распирало от несправедливости. Как бы не распирало от несправедливости. Бывают же разные. Вот была у меня такая тема, что девочка говорит, моя мать заходит в мою комнату и начинает заставлять меня убираться. А это моя комната, я не хочу. А мать говорит, слушайте, у нее там тараканы уже ползают. Как это так? Поэтому, понимаете, вот здесь надо договариваться. Опять. И поэтому, кто хочет 10 минут молчания, высказывается только тот, чьи 10 минут. Если не можете молчать, наберите в рот воды. Или запишите, вот, чтобы не забыть, не дай бог, напишите, что ответить вот именно вот на эту претензию. Молчком придет ваше время. Как проходит это все, включается другой человек, все остальные молчат, он 10 минут рассказывает, что ему некомфортно. И на претензии может ответить в это время. И в это время люди его слушают, близкие люди слушают. И они могут рассказать, почему именно они поступают так или иначе. Вот это вот очень хорошая модель для договоров. Почему? Потому что очень часто мы можем кричать, вопить и все остальное друг на друга, не услышав в ответ другого человека. И поэтому очень некомфортно нам жить. А семья – это… Есть такой закон и просто, и сложно. То есть закон вмещения двух противоположностей. То есть, значит, что такое закон вмещения двух противоположностей? Это когда и плюс, и минус должны совмещаться. Где-то у меня есть такой закон, по-моему, посмотрите в законах космических. И поэтому вот здесь вам должно быть комфортно в своей семье. Комфортно. А если не комфортно, значит, вы это должны высказывать. И для этого вот эта методика есть. Следующую методику я тоже расскажу сейчас, уже в другом видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, как вам нравится. И нажимайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok